В этом мне бы хотелось на правах дважды ветерана, ветераном НИФИ и ветераном конференции еще раз всех руководствоваться здесь собравшихся, с тем, что в ценах нашего университета впервые проводится наша конференция ну и пожелать приятного и полезного время провозки все я хочу рассказать здесь представлен, так, слышно, да? здесь представлен план, некое убедение ну, естественно, доклад теоретический, поэтому, конечно, он будет выражаться в неких формулах выражениях ну, которых я пытаюсь, так сказать, по возможности упрощенно изложить то есть, основные величины новой модели и уравнения новой модели потом, одно из важнейших свойств новой модели это возможность описания прямого наклона распада указанных возбуждений ну, первое применение модели в деталях, как говорится, я расскажу потом итак, во-первых, речь идет о возбуждениях очень широкого класса это высокоаналитические возбуждения типа частицы дырка которые являются входными состояниями для многих ягодных реакций и для того, чтобы извлечь информацию из этих ягодных реакций естественно, хотелось бы иметь более-менее универсальную модель позволяющая описать релоксацию указанных возбуждений значит, ну, я бы хотел подчеркнуть так, сейчас, где у нас стрелочка я бы хотел сказать, что действительно многообразие этих возбуждений существует гигантские резонансы являются частным случаем этих возбуждений но я бы хотел подчеркнуть, что мы рассматриваем широкую область не только непосредственные окрестности гигантских резонансов в данных квантовыми числами но и в широком энергетическом интервале а в многообразии определяется большой возможной комбинаторикой квантовых чисел полного момента, витального момента, спинного момента, за спиной его проекции то есть это широкий класс ядерных возбуждений основные моды релаксации это прежде всего распределение частично-недиричной силы что есть в средстве оболочной структуры это моды релаксации показывает, что в возбуждении данными квантовыми числами его сила распределена по какому-то энергетическому интервалу дальше, следующий модуль это связь этих возбуждений с изначально частичным континентом что важно как по теоретическим, так и по практическим соображениям по теоретическим соображениям это важно чтобы учесть полную базу состояния а по практическим это наблюдаемой величины, прежде всего, реакции с одним наклоном в континул. Ну и, наконец, связь возбуждения типа частицы дырка с многочастичными состояниями, их можно сказать, с хаотическими состояниями, что в итоге ведёт к эффекту фрагментации. И вот... Нельзя немножко подвести? Чуть-чуть. Спасибо. Так, не в ту сторону, извините. Итак, мы декларируем, что мы представляем новую полумикроскопическую модель. Её название – частично дырочная дисперсионная оптическая модель, которая учитывает совместно все эти моды релаксации. И модель фактически является расширением, обобщением стандартной, стандартной и нестандартной версии континулного приближения случайной фазы. Вот этот метод континулного приближения случайной фазы в своё время был довольно революционным. Он позволил учесть полную базис частично дырочных возбуждений. Но потом интерес к этому методу как-то упал именно потому, что, на мой взгляд, не ставился вопрос о прямом наклонном распаде этих возбуждений или соответствующих киадерных реакций с одним наклоном континентом. Итак, в новой модели есть обобщение этих двух версий на фенологический учёт фрагментационного эффекта. При этом существенно в формулировке модели мы используем статистическое предположение, которое нам кажется физически вполне естественным, что после усоединения прямой энергии различные конфигурации типа частиц дырка с одинаковыми значениями спины и чётности распадаются независимо от многочастичной конфигурации друг от друга. Ну и, как я уже говорил, уникальной чертой модели является возможность описывать прямой наклонный распад. Конечно, модель создавалась не на пустом месте. Долгие годы мы использовали приближённую версию этой модели, которую мы сейчас скромно называем полюсной версией. То есть модель, которая была нацелена на описание фрагментации именно гигантских резонансов. И поэтому, на самом деле, новая модель, естественно, включает или, если хотите, является и проверкой, и расширением тех исследований, которые мы ввели вот предыдущие годы. Так. Мы теперь ещё, когда говорят слово «оптическая модель», конечно, вспоминают седую старину. Вспоминают, прежде всего, известную одночастичную модель наклон-ядерного рассея. И вспоминают, может быть, и правильно, но я бы хотел сказать, что мы используем термин «оптическая модель», как нам кажется, исходя из более глубоких физических соображений или, если хотите, методических соображений, потому что методы перехода к оптической модели, как частично дырочной, так и традиционной одночастичной модели, они одинаковы. Они основаны на методе функции, квантовой функции глина, фермер-систем, кстати, введённом физику ведра мигналом, и, опять же, кстати, многолетним профессором нашего университета, столетний юбилей которого мы здесь же, в МИФЕ, отпраздновали в одиннадцатом году. И вот этот метод оказался очень продуктивным, и вот есть методическое сходство в том, как эти модели возятся. Просто используются разные функции глина, для них разные уравнения, но внешне это выглядит очень похоже. Ну и, наконец, я хотел бы сказать, что, к моему удобству, я бы так сказал, недавно вот только опубликована, так сказать, большая статья на эту тему, и поэтому некоторую часть выкладок я могу опустить или переводить для своего времени. Ну и теперь, всё-таки, что является базовой величиной новой модели в теоретическом плане? В теоретическом плане новым элементом является локальная частично дырочная функция глина, то есть частично дырочный пропагатор. Как частица дырка распространяется в среде? Вот эта функция отвечает на этот вопрос, и, в принципе, если бы её знать, то можно знать много действительно дырочных излучений. Например, знать самовую функцию. Вот так она определяется как свёртка внешнего поля, именно локального. А в локальном среде вообще это соотношение хорошо известно, так сказать, в рамках стандартной версии континуумных проезжений случайных фразов. Тут также и другая важная величина есть. Это зависящее от координат и энергии переходная плотность. Обратите внимание, что мы говорим не о переходной плотности, а о переходной матрице плотности. Момент очень важен для обоснования модели. Здесь довольно знакомые соотношения. Я не писал спектральное разложение для точной функции глина, а написал спектральное разложение для свободной функции глина. Также, если убрать нолики, будет и для точной функции глина, но здесь всё хорошо известно. Переходные полюса отвечают просто возбуждением свободной частицы глины. Переходные матрицы плотности – это просто произведение волновых функций одночастичных состояний, отвечающих частицей глины. Важным элементом, который заставил нас обратиться к нелокальной функции глины, состоит в том, что, в отличие от переходных плотностей, матрицы плотности и октагонат. И вот это позволяет нам реализовать практический стат гипотеза. Вот зачем мы взяли такую экзотическую величину как нелокальную функцию глины. Дальше, значит, есть просто альтернативное представление, если вы знаете, что такое свободная матрица плотности, то мы можем преобразовать это уравнение таким образом, вот это внизу написано. Вот такое разложение по базису одночастичных состояний, но функции по-прежнему не локальные. Это выражение хорошо известно в рамках приближения случайной фазы. Ну а таким революционным в своё время элементом теории было то, что можно было эти суммы, которые стояли на предыдущем слайде, свернуть функции Глина одночастичного уравнения Шреггинга. Вот это очень важный момент. Он позволил формально учесть точно полную базису состояния. Это было сделано давно, Слома и Герши. К сожалению, у вас графисов Слома собирался приехать, и в последнюю минуту отказался за количеством снаображения. Так, теперь, итак, значит, частично дырочные возбуждения и свойства определяются наряду со средним полем, конечно, взаимодействием. Взаимодействием оказались частицы дырки. Есть два типа взаимодействий. Стандартное взаимодействие, которым все работают. Я назвал его взаимодействие, которое ведёт к длиннолуновым корреляциям. Вот это взаимодействие обычно используется либо это партий-холковское взаимодействие, мы выбираем взаимодействие ландамо-бигдало. В общем, это нормальное взаимодействие в канале частицы дырки. Именно этим взаимодействием ограничено рассмотрение в рамках приближения случайной флаги. Но есть, конечно, взаимодействие, которое ответственно за фрагментационный эффект. А именно за то, что частично дырочное состояние связывается со сложными конфигурациями, причём первым шагом в этой связи является связь с 2P2H конфигурацией. И поэтому наиболее общий вид написания, так сказать, или анализа взаимодействия в канале частицы дырки, которая ответственна за фрагментационный эффект, это и есть использование двухчастичной, двухдырочной функции Грина, которые содержат полную информацию о сложных состояниях, которые начинаются с этой частицы дырки, дальше 3 частицы этой дырки и так далее и так далее. А в соответствующей длиннолгейте есть просто свёртка вот этой функции Грина. Вот она здесь написана, а в взаимодействии есть просто свёртка с каким-то неизвестным нам остаточным партнером взаимодействием. Можно сказать, что здесь написано, мы, как казалось бы, ничто не знаем, ничего не знаем про эти вещи. Нет, мы кое-что знаем. Прежде всего, мы знаем спектральное представление функции Грина. Это спектральное представление говорит о том, что вот это взаимодействие в канале частицы дырки фрагментационный, оно содержит полюса, отвечающие многочастичному состоянию. Полюса – это колоссальные плотности, потому что плотность ядерного состояния при рассматриваемых энергии возбуждения колоссальные, что называется. И поэтому только усреднённые по энергии величины имеют смысл рассматривать. При этом усреднённое взаимодействие содержит как действительную, так и мнимую часть. И вот, так сказать, вот это среднее взаимодействие здесь и представлено. Ну, что касается дельта функций, это связано просто с большим передним импульсом в процессе распада. Ну, это, так сказать, обычная вещь. А вот это есть некая мнимая и действительная часть взаимодействия, ответственная за фрагментационный эффект. Притом, опять-таки, знание спектрального разложения двухчастичной, двухдверночной функции глина позволяет нам найти спектральное разложение, дисперсионное соотношение, которое связывает с мнимой частью взаимодействия, с действительной. Это мы, на самом деле, понимали и раньше. И вот, соответствующее, вместе с Борисом Алексеевичем Тулупом, мы получили соответствующее дисперсионное соотношение. Вот оно так выглядит. Ну, у них распрощённый вариант, это не так важно. А что касается форм-фактора, который стоит перед этим взаимодействием, мнимым и действительным, вот его мы выбираем из соображений, базирующихся на статогипотезе. Вот здесь очень простые рассуждения написаны. Вот представим себе, что мы взяли две свободные, частично-довережные конфигурации и пытаемся их связать взаимодействием через хаотический состояние. Оказывается, что вот эта связь определяется свёртком этого форм-фактора, и здесь стоят переходные матрицы-плотности вот этих невзаимодействующих состояний. Именно тот факт, что мы используем переходные матрицы-плотности, позволяет нам, выбрав постоянного в объёме нейтрального фактора, обеспечить физически, как вам кажется, обоснованную статогипотезу о том, что разные состояния не взаимодействуют путём обмена через хаотическое состояние, как бы память теряется. Вот так мы и сделали. Таким образом, фактически в этой модели у нас есть только одна фенологическая величина, немая часть от Омега. И я опять не могу не вспомнить своего учителя Мигдала, который говорил, что далеко не всё надо в физике вычислять, надо уметь по возможности правильно параметризовать некоторые величины, которые лучше брать из эксперимента, а не вычислять. Вычислять надо величины, которые быстро меняются. А после усреднения по энергии вот эти величины должны меняться слабо. Прошу прощения. Ну вот теперь я перехожу к уравнению. Перехожу к уравнению. На самом деле надо было бы написать уравнение, отвечающее обычному личному приближению для той самой величины частично дырочного пропагатора. Это уравнение типа бета-салтейтера или бета-голстоуна. Я его не написал, просто сказал, что в этом уравнении надо просто включить суммарное взаимодействие. Вот оно. Обычное взаимодействие и условно-форминационную часть этого взаимодействия. А потом, путём тождественного преобразования, вот это усреднённое уравнение свести к двум уравнениям. Одно, то, которое фактически нам не нужно, потому что здесь сидит информация о силовых функциях, приходных крупностях. Но, в отличие от обычного приближения случайной фазы, когда здесь стояло просто не было черты, как говорится. И вот это было первое уравнение – это уравнение при движении случайной фазы. Просто. А здесь стоит величина некая другая. Здесь свободная, но средняя функция Грина. То есть это функция Грина, которая описывает движение свободных, в смысле длинноволновых корреляций частиц, но связана с многочастичными состояниями. То есть вот эта функция Грина, вспомогательная, она описывает, отвечает модели не взаимодействующих, но затухающих твоих частиц. И вот это уравнение, с учётом старт-гипотезы, о которой я говорил, удается решить точно аналитически. Вот, чем дело. А тогда мы получаем очень элегантный результат, что средняя свободная функция Грина, точнее, её, так сказать, элемент, её разложение по волновым функциям, выглядит вот таким образом. Вот фактически вот эта формула является, может быть, как сказал мой соавтор, основной инновацией этой новой модели. То есть модификация вот этого пропаганда, где стоит вот одна независимо эмпирическая величина, которую мы должны действительно выбирать, как действия без эксперимента. Тоже на уравнение исходное. Именно. Вот исходное уравнение. Уже теперь до среднего локального частичного дорожного пропаганда. Значит, с его помощью можно сочетать и среднюю силовую функцию, и переходную плотность, уже не матрицу плотности, а плотность. Так что мы имеем дело действительно в причине метода стандартной версии. Теперь, естественно, что я не могу не сказать о теории конечных поля систем, которая таким же образом может быть обобщена. Но это не просто дань уважения, а просто это очень продуктивный и полезный метод. А именно, если вы введёте вместо внешнего поля эффективное поле, в соответствии с этим определением, это definition, так сказать, то вы получите уравнение, которое очень похожее на все стандартные уравнения теории конечных поля систем, с одной лишь разницей, что здесь стоит свободный, но средний частичный дорожный пропагатор, где учтено затухание взаимодействующих вводящих сил. И точность того немножко хулиганского метода, когда мы вводили функцию Грина для величины, строго говоря, не имеющей спектрального разложения. Но стандартные возражения, которые всегда существуют, если вы накладываете, задачи с оптической моделью, если вы накладываете единичное поле, то поле не должно вызывать переход. Естественно, оно у нас вызывает много сливков. Вот мы просто взяли такое духовое поле наложения на систему и сочетали силовую функцию. Но надо ее сравнивать с единицей. В общем, видно, что мы накладывания не слишком много. Теперь, что касается того, как мы работали раньше. Вот раньше мы работали в приближении, которое сейчас мы красиво называем полисным приближением. То есть мы брали свободную функцию оптика, а потом мне делали вот такую замену. Если посмотреть на формулу, то видно, что эта замена работает в непосредственной окрестностях гигантского резонанса. Он начинает подбирать на хвостах и совсем врет далеко. И, наконец, поскольку мы провели довольно большой анализ полных ширин гигантских резонансов приближенным методом, то мы обнаружили, что вот эта мнимая часть, которая выглядит как мнимая часть в уравнении Шреддингера для функции Грин, она оказалась много меньше, чем так нормальная мнимая часть оптического потенциала и задача рассеяния, скажем, избегаемых. И ничего удивительного в этом нет. Этот факт был давно известен, поскольку есть интерференция затухания частицы дырок. Поэтому этот факт является уже очень удивительным. Так. Теперь мы переходим к нестандартной версии. Это вот самое интересное, на самом деле. Нестандартная версия, я о ней расскажу именно так, как она когда-то была сформулирована нами давно. Дело в том, что экспериментаторы перед нами поставили задачу о вычислении прямого наклонного распада гигантских резонансов. Переописание реакции с одним наклоном в континууме. И для этого нам пришлось формулировать нестандартную версию континуумного приближения случайной фазы, которая заключается в следующем. Вот, на самом деле, базовое соотношение в рамках РПА. Вот оно. Оно отличается от стандартного тем, что здесь вместо головы, извините, затравочного поля, стоит эффективное поле. Конечно, в поляризуемости это ошибка. А в другимой части такой величины это точное соотношение. Вот. И если это соотношение применить в задаче непрерывного спектра, то есть рассмотреть частоты, превышающие энергию связью уклона, то мы фактически имеем что-то вроде оптической диамены. Вот в силовой функции есть аналог амплитуды рассеяния вперед. О, прошу прощения. А это точное соотношение раскладывается на сумму квадратов вот таких выражений. Сумма квадратов амплитуды реакции, каждая из которых отвечает следующему процессу. Выбрасывание нуклона из какого-то святого состояния в континуум, но при этом выполняется еще закон сохранения энергии. Здесь не написано. Энергия плюс омега равняется вот этой энергией, да? А здесь стоит эффективная порта. Та самая, которая находится в теории конечных систем. Таким образом, можно было переформулировать стандартную версию в нестандартную версию. Что вы и сделали? А, вот здесь это написано. Вообще, вот энергия. И можно, например, сосчитать такую величину, как вероятность прямого наклонового расклада в определенный канал реакции. Вот здесь написана формула. Относительная вероятность и отношение манитарности, которое отвечает твоей оптической теории. Значит, вот это то, что называется нестандартной версией. Потому что почему-то так получилось, что последние годы только мы вот в этой нестандартной версии и плаваем. Несмотря на то, что потребность как бы со стороны эксперимента существует. Ну, а дальше нам нужно было обобщить это выражение на учет организационного эффекта. Я должен сказать, что это не такой простой вывод. И, к счастью, я могу сослаться на недавно опубликованную работу. Но результат, на самом деле, выглядит очень естественно. И поэтому я сразу о нём и расскажу. Потому что времени не так много. То есть здесь важное величино является вот как-то средняя амплитуда реакции, отвечающая, скажем так, выбрасыванию наклона за счет внешнего поля. На самом деле, внешнее поле может быть самое разное. И в реакции, и в гамма-квантах. Но, тем не менее, вот это и есть базовая величина. И что изменилось по сравнению с континуумной версией? Ну, во-первых, стоит средний эффективный поле, то, которое мы уже анализировали в рамках стандартной версии. А и стоит волновая функция наклона в континууме. Вот это надо было доказать, что волновая функция вот это является решением того же однородного уравнения, которому удовлетворяет вот функция грина. Половая функция натурального спектра удовлетворяет вот этому уравнению только однородному. Здесь стоит вместо жестового, в каком-то визно. Вот этот был трюк, который надо было доказать. Он довольно длинный доказательство, но результат представляется совершенно естественно. И естественно, и поэтому я на этом доказательстве устанавливаю телегину. Вот. И поскольку мы получили ответ на главный вопрос, как выглядит амплитуда прямой плюс полупрямой реакции, это оттуда, фактически. Так. Ну и можно, в частности, сочетать, я не говорю сейчас о реакциях. Я пример сейчас покажу один. А вот перимпорсальная вероятность нуклонного распада. Здесь уже, конечно, нет соотношения негативности. Если рассчитать полную вероятность прямого нуклонного распада, вот такую величину, то это будет меньше единицы, а разность будет пропорциональна мнимой части. Естественно, сопоставить это с вероятностью статистического распада, не прямого. Но при этом я должен сказать, картина все-таки упрощенная. Все, что касается прерывного веса процессов, отсюда выйдут. Как говорится, у нас есть только прямые, что называется, и статистический распад. Вот два типа распада, которые в нашу схему включены. Так. Ну и теперь немножко, вот тут написано, что являются входными данными. Ну, прежде всего, стандартно то, что для континуумной версии случайной фазы используется. Это среднее поле и частично дружеское взаимодействие, желательно согласованное друг с другом. Вот мы, я еще раз повторяю, в наших приложениях использовали частично согласованное фенологическое поле, а согласование сделано взаимодействием доу-не-дау. А вот эта самая величина, о которой я говорил, мнимая часть отечественного потенциала, мы ее, как говорится, узнали из анализа ширин гигантских резонансов в большом интервале энергии возбуждения и самых разнообразных резонансов. И нам удалось выяснить, что, грубо, вот существует такое насыщение вот этой ширины, вот эта формула с насыщением. Вот эти параметры, как дельта, имеют смысл того, что вообще мнимая часть не может начаться с нуля энергии возбуждения. Она начинается там, где есть хаотический состояние. Значит, какая-то граница должна быть. Ну, мы выбрали эту условную границу в 3 мэва, хотя начинаем анализировать возбуждение примерно с 10 мэв. Ну и параметры насыщения. И вот мы выяснили, что действительно имеет место насыщение, а вот этот параметр, он варьировался, хотя он где-то варьируется вблизи вот этого значения. Так. Телекционный. Мы фиксируем по описанию наблюдаемой силовой функции. А тогда прямые и полупрямые реакции описываются без свободных параметров. Это очень существенно. Пусть может быть не очень красиво, но без свободных параметров. Ну вот я хочу сказать, пригласить на доклад, который сделает Борис Алексеевич Кулупов в 4-й секции, где, пожалуй, единственное пока достаточно широкое приложение новой модели сделано. Оно касается простейших фотоядерных реакций. Это фотопоглощение и прямые и полупрямые фотоэлектронные и обратные реакции. Ну вот я покажу картинку в одной из многих картинок. Вот мы описываем течение фотопоглощения. Кстати, хорошо видно, что получается в приближении в 10 раз меньше, что в приближении случайной фазы получается без учёта прогуляционного эффекта. Понятно, что нельзя этим оконечиться и нужно угодить прогуляционный эффект. Значит, мы подбирали вот некий параметр α, о котором я уже говорил. Ну тут нам пришлось ввести ещё силы, схематические силы, зависящие от скорости. Потому что тут была проблема и с возведением энергии резонанса, и правил Сум, что существенно. Вот это классическое правило Сум. Ну, интегральное сечение, скажем так. Это не правило Сум, поскольку оно на конечном интервале здесь сделано. Хорошо. А дальше описываются сечения уже без свободных параметров. Что здесь написано? Здесь парциальные сечения, захвата, радиационного захвата нейтронов, лидром 208. Сейчас, значит, привлечены некой активностью. Этот эксперимент поставлен в Дехасе, известному профессору Энгелатом и его группой. Они обнаружили нерегулярности в распределении дисколярной монопольной силы. А это распределение, центр тяжести этого распределения ответственен за ядерную сжимаемость. Поэтому очень большое внимание к этой величине. И следовательно возник вопрос, как найти нерегулярности. А для анализа экспериментальных данных надо знать плотность. Вот эту самую плотность. И нет другого метода, кроме нашего, чтобы эту плотность сосчитать. И мы пока с этим возимся. А сейчас сделали просто несколько предварительных вещей. Я просто покажу картинки. Мы сочетали на примере, кстати, самым таком коллективным, где никаких нерегулярностей не ожидается. Ну вот, например, монопольная силовая функция. В двух разных моделях она сосчитана. И видно, что вблизи полюса здесь немножко поварьируют еще параметры. Вот эти самые. Описание очень хорошее. Но, тем не менее, если посмотреть на разницу, то на хвостах эта разница достигает довольно значительно. Так что, если мы хотим описать в широком интервале, то мы вынуждены обращаться вот в этой новой модели. Ну, что здесь еще? Вот так экспериментаторы приводят обычно энергетически-извешенную силовую функцию, отнесенные к правилу Сум. Ну, вот опять наш отчет показывает, здесь есть некая нерегулярность. Ну, а вот что было бы в РФА. Тут, конечно, опять-таки их взять в 10 раз, по-моему, да, меньше по масштабу. И мы посмотрели еще, как набирает правило Сум, исчерпывание правил Сум с энергии возбуждения. Вот это все, что мы должны сделать для тех ядер, которые изучают сейчас экспериментацию. Так что я сейчас говорю о программе. Ну и, пожалуй, последняя программная вещь – это где вот важен корректный метод описания релаксации. Прежде всего, мы в теории аналогового резонанса. Например, известна фрагменционная ширина аналогового резонанса в 30 раз меньше нормального значения. А описать ее можно только тогда, если есть корректное описание низкоэнергетического хвоста обертона гигантского резонанса, монопольного резонанса. За счет Кулоновского смешивания происходит связь аналогового состояния с этим резонансом. И свойство аналогового состояния определяется свойством этого гигантского резонанса при энергией аналогового состояния. Видите как? Все запутно. Это, думаю, что мы сможем разобраться в этой проблеме. Некоторые шаги уже сделаны в этом направлении. А тут я вообще хочу сказать сумасшедшую идею, которой намеренно присутствует профессор Добромович и здесь. Это попытаться теоретически понять, есть ли эффект подавления спредовой фрагментационной ширины в случае гамма-фтейлеровского резонанса. Некоторые экспериментальные данные на это подавление указывают. Но, в принципе, теорию можно сформулировать независимо от эксперимента в терминах нарушения СО4 спины за спиной осимметрии. Всё, я перехожу к выводам. Мы представили вот новую пол-никроскопическую модель, которую называли частично-дырочной диспрессионной оптической моделью, которая описывает совместно основные модные релаксации высокоэнергетических возбуждений типа частицы дырка в средне-тяжёлых средических ядрах. Уникальной чертой модели является и возможность описывать прямой наклонный распад и соответствующую прямую реакцию этих возбуждений без использования специальных подгланочных параметров. Модель сформулирована для практических применений, но вот первый пример я показал. Спасибо за внимание.